Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове 1 час 27 минут, 20.08.2016 года. Хоть бы раз иметь времени больше, чем сутки. Где остальное? Ты не выполнил норму. Расценки же выросли. Норма тоже. Два часа. Всегда был час. Теперь два. Цены растут. Тут пешком два часа, а у меня полтора. Так бегите. Бедняки должны умирать. Так работает система. Те, кто не смотрел фильм «Время», настоятельно рекомендую его посмотреть. Фильм 2011 года. К сожалению, в фильме показана грустная и суровая действительность. Такое ждет и нашу соту. Такое происходит уже и в других сотах с нашими родичами. Это не фантастика. Дело в том, что фигурально у нас и так сейчас время забирают. Просто люди не все это понимают. Оккупанты устроили в соте все очень грамотно. И делают все для того, чтобы основная масса людей тратила драгоценное время на работу, которая приносит только порой унизительную зарплату. Все делается для того, чтобы максимально было трудно выжить и потратить драгоценные годы на придуманный рабский труд. Да, они, оккупанты, специально оставляют небольшой процент ячейки. Ну, пускай будет 10 процентов, которые могут нежиться на солнышке и весело радоваться жизни. Оставляют всевозможную богему, чтобы мы думали, что мы не в оккупации, что все нормально, фильмы снимаются, спутники запускаются. Там, как вот в Одноклассниках попался комментарий. Ну, их много, но это вообще там человек, это кричит. Там что-то, то ли полторы тысячи спутников он запустил, то ли три тысячи. Ну, не он, это он нам сообщает, что было запущено. Ужас, ужас. Вот не хотел приводить и пример анекдот один, ну, не знаю, посмотрю, как получится. Я потом записи послушаю, может, вырежу, как вот было с записью, если я не ошибаюсь. Луна дала ответ, 28-я часть, Солнечная система, научная фантастика. Ролик стал, короче, на 4 минуты, так как, по всей видимости, как я говорил в одном из роликов, сильно разошелся и в таком темпераментном порыве дал разгон, так сказать, злопыхателям. Ну, понял, что своими эмоциями и задел ни в чем не повинных, добрых людей. Поэтому я вырезал 4 минуты, чтобы на меня люди не огорчались. Так вот этот нездоровый человек уверяет, что спутники запускаются. Ну, мне вообще больше нравится ролик с Сергеем Тарасовым, где он поймал псевдокосмонавта, который с полной уверенностью, да, спутники запускают, да. А вот парадокс. То, чего нету, многие свято верят. А то, что есть на самом деле, я стараюсь по возможности в каждом ролике подсказать, в это не верят. Ну, слово, может, не совсем удачное, верю, не верю. Ну, не важно, вот это еще к словам цепляться, у нас вообще язык обрезан и урезан. Еще будем, давайте уже пользоваться тем, что есть, а то будем выкобениваться. То слово так используется, то не так. Спасибо богам, слава богам, что хоть есть возможность общаться. И вот, те, кто просят доказательств, дело в том, что это бесполезно. Если, я уже говорил, еще раз повторюсь, если подвезти купол в Антарктиде или к стене, и просто взять так, постучать, так сказать, лобиком об этот купол Фомы неверующего, Маклай, дома кто-нибудь есть, он также скажет, где доказательства. Это, вы понимаете, что для определенной группы людей эти доказательства, которые будут очевидны, ими они не будут видны. Все-таки попробую рассказать этот анекдот. Он такой старый, советский, ему, наверное, уже лет 40, а может и больше. Мама решила своего, ну, скажем так, вот грусть такая в жизни бывает. Но это оккупанты сделали, что дети нездоровыми рождаются. Вот это, мама отвезла своего сына на море, который мечтал увидеть море, который не верил тоже, что море есть, и просил, чтобы она ему показала и доказала. И вот она такая счастливая, выходит на берег, берет его за руку, ведет к воде, рукой так проводит, обрисовывая полукруг. Вот, сынок, смотри, вот это море. Мама, а где море? Так вот же, сынок, вот море, подойди, вот водичка. Мама, а где море? Сынок, ну, ну вот, смотри, вот зайди, поплескайся, вот море, смотри. Мама, а где море? Ну, мама уже не выдерживает, головой его начинает вмокать. Да вот оно море, вот оно море, вот оно, ты его видишь? Из воды голову высовывает, отрухается. Хе-хе, мама, а где море? Так вот, вот это вы тоже доказатель. Так вот вы, те, кто просит доказательств, вы с такой же ситуацией будете. То есть я вас подведу к куполу и скажу, вот купол, вот забор, вот ворота. А вы, хе-хе, а где ворота? Ну, грустный, конечно, анекдот, что я могу сказать. Грустно, что у нас вот люди большинство не видят, не слышат, не замечают. На ютубе выпускают, ну, не только на ютубе, а вообще в мире выпускаются миллионы роликов, в которых идут преступные знания о том, что наша планета маленькая, кругленькая. Вот, ну, вы знаете, как я уже говорил и повторюсь, помимо того, что на нашей огромной необъятной планете существуют сотни тысяч земель, миллиарды, огромное количество, то и в нашей соте существуют параллельные миры, то есть тоже соты. То есть вы сидите в комнате, а в это время рядом с вами проезжает какой-нибудь поезд или проносится конница в каких-нибудь удалых казаков. Как это происходит, я понимаю, но не все смогут принять это. Вот в одной игре, The Elder Scrolls Online, там очень интересно вот эта модель показана. То есть вот представьте ситуацию, вы прибегаете в деревню в игре, и там горит дом, и вы начинаете по заданию его тушить. Вы его потушили, дом уцелел, и вышли жители его восстановили, и вы стоите, любуетесь этим домом. А рядом подбегает другой игрок. И вот уникальные сверхпрограммисты умудрились так все грамотно прописать, что он видит тот же дом, что и вы, но так как он задание не выполнил, для него этот дом остается горящий. Ну или вот если вам даже поставить два монитора, зайти за одного персонажа, за другого, то одним персонажем вы будете видеть горящий дом, а другим не горящий. То же самое и в нашем мире. Не все, к сожалению, могут видеть, а может даже не к сожалению, к лучшему. А то б сказились все. Ну не все, а большой процент в единочасье. Крыша бы поехала и все. Доказательств. А я требую опровержений. Опровергните. Куда уж вам, если сверхдержавы не могут опровергнуть Вячеслава Котлярова и показать, что Антарктида ледяная, как говорится, с высоты птичьего полета. Да, в Антарктиде растут пальмы, ананасы растут. Там хороший климат. Не верите. Пожалуйста, проверяйте. Или вот я, кстати, если серьезно, пишите, создайте сайт кто-нибудь на полном серьезе. Или там, как это сказать, сейчас же модно вот собирать подписи. Соберите подписи, что мы там свободные граждане. Какое словосочетание граждане свободные? Это тавтология. Свобода это свобода, а граждане это те, кто за гратом, заключенными. Свободные и заключенные. Кстати, слово свобода и свобода это два разных слова. Свобода это те, кто против богов, а свобода это те, кто с богами. Сва, с небесами. Ну и как вы знаете, небо и небеса это два разные, две разные вещи. Небеса это там, где нет бесов, а небо там, где нет Бога. Свобода через О и небо это одно и то же. Нету Бога, нету свободы. Свобода и небеса. Небеса нет бесов, свобода это воля. Или как-то так. Кстати, вот слово черт, темные, насколько мне известно, тоже сделали под меду понятий. Чертями называли чертежников, которые чертили чертоги. Ну не только. Ну по современному писари или секретари. Потом слово подсунули, сделали его негативным. Вообще колоссальное количество слов, а это очень важно, переделанное. Темное мы называем светлым, а светлое темным. Те слова, которые несли положительный смысл, сейчас несут отрицательные, наоборот. А это очень важно. С небольшим скептизом наблюдаю на появлении изучения древней славянской речи. Зрю в корень. Пока 100% не могу сказать, хорошо это или плохо, но интуиция мне подсказывает, что-то тут не чисто. Если в оккупации разрешено изучать древнюю славянскую речь, значит, есть какой-то секрет. Ну может в нашем случае древняя славянская речь изучением это хорошо. Я вам тогда приведу пример на соседней соте, где подобные вещи привели к плохим подследствиям, печальным. Дело в том, что я бы мог бы понять, если бы славянскую речь изучали тотально, хотя бы славяноязычные люди. Но вот с помощью компьютерной игры можно охватить огромный, так сказать, используя слово сектор человечества и дать им большому количеству единый язык. А так получается, вот за 200 лет появилось 2000 языков и столько же на речи. То есть их искусственно создавали. То есть соседние соти, вот тоже она как бы зеркалит нашу, там тоже изучают древнюю славянскую речь, точнее изучали. И это привело к тому, что появился еще один народ. То есть там были, допустим, назовем условно русичи, которые говорили, как мы, на современном советском языке. А потом появилась небольшая группа людей, которая говорила на древнеславянском. И эти группа людей через время заявили, что они нация, и они будут отрусить и отсоединяться. И там, в той соте, так сказать, произошло, что и в принципе у нас происходит. То есть изучение новых языков, это добавление новых языков. Если тотально бы перейти на изучение, чтобы все славяне учили древнеславянский язык, было бы замечательно. Но в оккупации это крайне сложно сделать. Как-то мне тут что-то комментарий один, по-доброму я к нему отнесся, так интересно это. Владимир Наконечный. Владимир, еще 4 лайка. Ну вот вы знаете, сейчас я зачитаю. Слава, ну если денег нет, то нужно что-то делать для того, чтобы они появились. Как такой человек, как ты не знаешь этого, что если будешь лениться, то ничего тебе не будет. Чтобы игру создать, нужен не один год, не один миллион. Уважаемый Владимир и уважаемые слушатели и зрители, те, кто положительно относится к этому комментариям. Понимаете, что создание компьютерной игры, это создание компьютерной игры. То есть для компьютерной игры миллионы будут. Но это же не значит, что Вячеслав Котляров будет собирать эти миллионы в свой карман. Миллионы, они появятся для игры. Игра будет создаваться. Ну кто-то хихикнет, ну конечно там Котляров отщипнет. Котляров, знаете как, если бы поступал по общепринятым шаблонам и штандартам, да, штандартам, то бы не пришел бы к таким знаниям. Потому что в нашем современном понимании запрограммировано, что вот я сообщил, что финансы у меня поют армансы. И люди сделали вывод, что я ленился. Вот если бы я шел бы классическим путем бы, общепринятым бы, то я бы был бы с финансами и все. А что деньги? Деньги это промежуточный этап между реинкарнациями. Забирают сознание последующие реинкарнации. Вот. Вот Дмитрий Вороновский все-таки хочет на вызов, чтоб я ответил. Дмитрий, ну вот у вас есть, как это, кумир Вячеслав Мальцев. Вы его уважаете, вы его цените, вы его понимаете. Ему напишите и киньте вызов. Вы ж меня не понимаете. Если бы вы меня понимали, вы бы такое не писали. Поэтому, ну неправильно, вот так вот, скажем так, какая ситуация у нас получается. Как поделикатнее сказать. Человек приходит в первый класс, встречает десятиклассника и начинает ему вызовы кидать. И требовать доказательств. Да вы в начале первый класс изучите. Самое элементарное узнайте. Те, кто мне вызовы кидает, это требует доказательств. Не стал смотреть, там уже полоумные создают куклы Вуду. Хотят, чтоб я их посмотрел. Они просто не понимают, что небесная канцелярия, которая курирует мой путь, она делала и сделает все, чтобы мой путь был максимально свободным. И вот это, что вы там козни строите, пишите негатив, делайте какие-то куклу Вуду. Спалите куклу Вуду эту быстро, потому что вы не понимаете, что вы ее на себя сделали. Но подумайте, против кого вы идете. Просто, как говорится, котляров будет и через пять лет сообщать людям знания. Здравым умеет, трезвой памяти. И через десять и так далее. А вы, вот эти, которые куклы делаете, комментарии негативные пишут. Что будет с вами? Пока не поздно, одумайтесь. Отключитесь от всего, от мира. Побудьте со своими мыслями. Попейте чайку крепкого, сладкого. Со сдобной булочкой. Это, кстати, для меня единственный способ. Это крепкий сладкий чай и сдоба. Чтобы мое настроение было максимально шикарно. Ну, кому-то это, конечно, может навредить. Успокойтесь, подумайте. Вы знаете, сколько на моем пути вот таких было даже просто на бытовом уровне? Я же, как бы, еще выясняется, что приходится изобличать еще лжеученых, лжелекторов, которые нам навязывают, что наше Солнце огромное, а Земля маленькая. Все грамотно небесная канцелярия расставляет, как это было во все времена. Допустим, есть какой-то, был вчера очень известный человек. Пришел к нему неизвестный человек, так сказать. У стен обители святой стоял просящий подаяния. Бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил. И взор являл святую муку. Но кто-то камень положил в его протянутую руку. Не ложите камни, потому что зачастую вас приходят тестировать светлые силы. Достойны ли вы или недостойны. Возможно, кто-то огорчится, что Вячеслав поразглавольствовал, но ничего не сказал. Есть люди, которые рады любым моим наблюдениям, замечаниям, мыслям, открытиям, находкам. За что я им очень благодарен. Ведь знания, помимо того, что они есть, их еще нужно донести. Вот задайте вопрос, почему я, допустим, 7 лет назад не записал ролик про сотовую землю, если я про нее 20 лет назад знал. Да потому что небесная канцелярия, светлые кураторы, они тоже очень тщательно следят, чтобы информация потихонечку усваивалась и доходила. Не могу сказать немножко про другие соты, что у нас, допустим, зеркальная жизнь. А есть соты, особенно нижние миры, там, где жизнь асимметрична. То есть, если мы, допустим, смотрим на любое существо в нашей соте, что справа, то и слева. Ну, незначительные там погрешности. Но в целом, как говорится, приставим зеркало и будет точно такая же копия. То есть, мы зеркальный мир. А есть в нижних мирах существа, которые асимметричные. Такие как каракатицы какие-нибудь. То есть, у них, допустим, справа может быть, допустим, огромное ухо в виде хобота. А слева головы, допустим, глаз. Вот такие абракадабры бывают. Но мы, люди, кстати, тоже адаптированы под другие соты. Вот мы и задаемся вопросом, почему у человека перепонки между пальцами. Предки были у нас, наверное, из воды. И так, и не так. Мы настолько уникальны, что даже в полной мере не можем этого осознать. Дело в том, что попадая сущностью в разные соты и в разные тела, идет, скажем так, своего рода адаптирование. Сейчас попробую объяснить. То есть, допустим, у нас полностью в тело заложено огромное количество всевозможных видов и существ. Начиная от самых простых там рыбок, продолжая там даже ящерицами, птицами, человеком. То есть, наши тела, они, представим, гипотетически человек попадает в соту, где наши, допустим, родычи живут, допустим, в воде. И его костюм, тело, начинает, скажем, под эту соту трансмутироваться, перепрограммироваться, адаптироваться. Даже в наших условиях, вы знаете, происходят разного рода мутации, в зависимости там от внешних, так сказать, нагрузок среды и каких-нибудь еще других моментов. Вот. Поэтому, так как сущность помнит предыдущие реинкарнации, и сущность наша жила и в дельфинах, и в кошках, то сущность, она фактически и для тела все запоминает. То есть, попадая в классическое человеческое тело, она может это тело, скажем так, модифицировать. Ну, это наши предки хорошо умели, они могли превращаться там и в сокола, и в рыбу, там, и в кого угодно. Вот это, что нам в славянских сказках рассказывают, это же не сказки, что человек это перевоповлащался, там, птица, заяц и так далее. Ну, видите, называется оборотни, да? Ну, в какой-то случае, оборотни, да, то есть, оборачивается. Ну, и как и во всем, есть светлая сторона и темная, ведь, как говорится, порой, если человек обернулся, он может долететь и спасти, да? А другой человек, если он обернулся, может что-то навредить. Вот. Поэтому, нельзя на все смотреть, либо черное, либо белое. Наша жизнь во вселенной, на самом деле, более интересней и сказочней, чем мы можем это уявить. Возможно, уважаемые слушатели и зрители, пожалуй, все. Очень рад, что вы меня слушаете, слышали. Буду по возможности стараться записывать свои мысли, выкладывать их на ютубе. Ну, а с вами был Вячеслав Котляров, всего вам доброго, спасибо за внимание, всех благ, до свидания.